Сейчас в крае насчитывается более тысячи пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Тех, кто вложил свои деньги в строительство жилья, но так и не получил квартиры. Правительству региона удалось наконец добиться того, что дольщикам начали возмещать их затраты. В соглашение, подписанное между правительством и Фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства, входит 11 домов. На сегодняшний день наблюдательным советам фонда принято решение по компенсационным выплатам дольщикам двух компаний. «Лазурит» и «Техмонтаж». Это четыре объекта. На них будет направлено более 150 миллионов рублей. Я подчеркиваю, что это только физические лица, участники долевого строительства, которые включены в реестр требований участников строительства. Никакие иные юридические лица в эти выплаты не попадают в соответствии с действующим федеральным законодательством. Чтобы получить выплату, обманутый дольщик должен зайти на сайт фонд214.рф и действовать согласно инструкциям. Гражданину в удаленной форме необходимо обратиться с заявлением, с приложением небольшого количества документов, типа, естественно, паспорт, СНИЛС, выписка из реестра, требования участников строительства, заверенные конкурсным управляющим. По остальным объектам приняты разные решения. Дольщики либо получат выплаты, либо дождутся завершения строительства. До конца февраля решится вопрос о возведении трех домов компании «Диалог» на улице Салтыкова-Щедрина и на набережной. Многострадальная высотка на Фрунзе ждет решения по завершению строительства до июня. Компания «Тополек», которая строила дома в селе Тополево, сейчас находится на стадии банкротства. Решение о выплате компенсации может быть принято к июлю. А два дома компании «Востокстройсервис» ждут решения о смене застройщика до марта. На завершение строительства планируется потратить около 2,5 миллиардов рублей.